На повестке дня улучшение архитектурного облика округа, обеспечение безопасности жителей и использование освободившихся участков для возведения объектов в социальные инфраструктуры и обустройства общественных пространств. На еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова подвели промежуточные итоги работы по ликвидации объектов незавершенного строительства. У нас основная задача в этой части выполнить ту дорожную карту, которую мы подписали вместе с правительством. У нас там большое количество объектов. И вчера видел публикацию в пабликах, где наши коллеги-журналисты увидели, что еще большое количество объектов, которые нам предстоит в этом году, снести, ликвидировать или достроить. Прошу держать выполнение дорожной карты личным контролем и точно с этой задачей должны справиться. Также вчера губернатор поручил нам заниматься объектом гусарской баллади, о котором вы говорили. И мы с вами тоже должны в какие-то ближайшие дни найти все-таки конечное решение и прописать эту дорожную карту, которая должна реализоваться к моменту открытия в следующем году школы. В этом году уже снесли здания в селах Немчиновка, Успенская, Дубки, поселке Новый Городок и населенных пунктах. Наиболее известные из незавершенных недостроев в округе – шесть аварийных домов в Звенигороде и три многоквартирных долгостроя в микрорайоне Восточный. Этой теме на совещании уделили особое внимание. Очень важно, чтобы забивка свай была строго по технологии, чтобы не наносить вред домам, которые находятся рядом с объектом строительства. Мы обсуждали эту тему с Игорем Гарбузовым буквально в субботу. Я просил Михаила Васильевича поинформировать и фонд, и соответствующие, и Минстрой, соответствующие надзорные органы, о том, что в домах, которые стоят рядом, появились трещины после заливки сваи, что это может наносить определенный ущерб. За четыре года в округе было снесено 419 объектов незавершенного строительства, и работа в этом направлении продолжается. В текущем году планируется ликвидировать еще 230 зданий, отметил Андрей Иванов. По эффективности устранения недостроев муниципалитет вошел в тройку лидеров по Московской области.